А вот смотрите теперь на качество работы парламента. Я знал, что мы никуда от этой темы сегодня не денемся. Смотрите, парламент в соответствии с законом о парламенте должен был провести за эти 4 года 312 заседаний. Провел 172 заседания или 55%. Половина времени этого, они бездельничали, бездельничал парламент. Это если сказать половину, значит 2 года парламент работал из 4, а 2 года Ваньку Станьку валял. В результате, смотрите, было внесено 1890 законов, проектов. Да, проголосовали только за 1060. 800, 900 проектов остались неизвестно куда и неизвестно для чего. Сказать о том, что среди этих 900 проектов были неактуальны, это значит обманывать избирателей и обманывать себя. Были актуальны. Но здесь есть еще один парадокс, который говорит не только о качестве парламента, но и о качестве целого руководства страны. Смотрите, когда мы руководили страной, до 90% законов, которые рассматривались в парламенте, приходили из правительства. И это правильно. Потому что парламент это законодательный орган. Он принимает законы, он принимает бюджет, он принимает другие решения. А правительство это исполнительный орган. Он должен организовать исполнение этого комплекса задач, стоящих перед страной. Значит, для их организации требуется соответствующая законодательная база. Эту законодательную базу, эти предложения должен преподнести в парламент правительство. Должна быть по каждому министерству, по каждому ведомству, должна быть создана или единая, как при нас была команда, которая работала над разработкой законов. Или каждый должен в министерстве отдельности готовить эти законы. Тем более, что за это время, за эти 4 года, они, вопреки опять-таки, они, это власть, правительство, которое все это время руководит страной, вопреки воле народа, за спиной народа, без широкого обсуждения, без рассмотрения даже в парламенте, этот Лянко взял и подписал договор об ассоциации.